МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Праздничное мероприятие ВИВАТ БРГУ ВИВАТ Первокурсник 2021 состоялось в Барановичском госуниверситете. С 3 по 12 сентября возле кинотеатра «Октябрь» на улице Ленина-2 работает любимая белорусами универсальная ярмарка «Модный базар». Вторая половина лета и начало сентября – настоящий праздник для любителей арбузов и дынь. Как выбрать полезный и безопасный продукт, рассказал специалист Зонального центра гигиены и эпидемиологии. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». От стен Брестской крепости сегодня стартовал республиканский автопробег «Символ единства». Его маршрут свяжет Брест, Баранович и Пинск со всеми 16 районами. За два дня маршрут автопробега проляжет по всей территории Брестской области в виде эстафеты. Автоколонна объедет всю Беларусь. Районы будут передавать именные мешочки с зерном нового урожая, как символом единства. Из этого зерна испекут каравай. Финальной точкой станет Минск 17 сентября. Праздничное мероприятие «Виват Баргу» «Виват Первокурсник 2021» состоялось в Барановичском госуниверситете. Традиционно ребятам вручили символический студенческий билет и зачетную книжку. Для гостей мероприятия была организованная концертная программа, фойе вуза, юноши и девушки участвовали в лотереях и оставляли записи на доске желаний. Новую смену первокурсника встретили в Барановичском госуниверситете насыщенной праздничной программой «Виват Первокурсник 2021» «Виват Баргу». Сентябрь – это старт к новым знаниям, достижениям, знакомствам и победам. Идея уже ставшего традиционным торжества заключается в том, чтобы создать у вчерашних школьников праздничное настроение, закрепить уверенность в правильности сделанного выбора, познакомить с насыщенной жизнью вузе, посвятить в студенты просто для того, чтобы первый учебный день в стенах Баргу запомнился надолго. В концертно-актовом зале не было свободных мест. Здесь прошел театрализованный обряд посвящения студенты с принятием клятвы студента Баргу. Счастливчиков набралось около 900 человек. Многие приехали в город из других регионов. Праздничная программа началась с работы интерактивных площадок, приятных сюрпризов и раздачи подарков. С приветственным словом к юношам и девушкам обратился ректор-альмаматор Александр Унсович. Традиционно руководителя храма знаний вручил ребятам, которые поступили с самыми высокими баллами, символический студенческий билет. Дорогие наши студенты, вы сегодня сделали правильный выбор. Вы выбрали Барановичский государственный университет. Я скажу вам почему. Это современный университет сегодня. Это университет, который оснащен сегодня по последнему слову техники. Современными научными лабораториями. С профессиональным составом педагогических кадров. И вы не ошибетесь. Сегодня помимо того, что вы будете заниматься образовательной деятельностью, формировать компетенции каждой своей специальности, я думаю, в этих стенах каждый из вас найдет свое применение и в других направлениях. В числе гостей мероприятия был заместитель председателя Барановичского горосполкома Вадим Щербаков. Он поздравил первокурсников и вручил символическую зачетную книжку. К юношам и девушкам обратился и депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Павел Попков. Вот вы сегодня на фотках и сделаете таким, через 4 года мы у нас посмотрим и поймем. Вы эти 4 года прожгли, прошли, знаете, все предметы же делятся на две категории. Знаете, какие? Одни изучают, а другие проходят. Поэтому хочу вам пожелать, чтобы вы все-таки изучали все предметы, и через 4 года мы на вас посмотрели и говорили, ну да. С ними, нашей любимой Беларуси, ничего не страшно. Пяти студентам ВУЗа, которые стали стипендиатами специального фонда президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся молодежи, были вручены свидетельства о назначении стипендии президента Республики Беларусь. Кульминацией праздника стал торжественный концерт. Творческие коллективы университета оподрели первокурсникам много положительных эмоций. Финальным аккордом стало совместное исполнение гимна «Барду». В центре города, на улице Пионерска, 15, где ранее размещался консервный цех комбината пищевых продуктов, началось возведение первой в Барановичах девятиэтажки минской серии монолитного домостроения. Это вторая высотка долевого строительства стройтреста номер 25. Колонны и перекрытия девятиэтажки выполняются из монолитного железобетона, а наружные стены заполняются газосиликатом толщиной 500 мм. Эта технология абсолютно новая для нашего города. Она более затратна и по этому счету дороже. Но главное преимущество – отсутствие швов между конструкциями здания. Проект специалисты переделывали дважды. Они уменьшили количество квартир со 108 до 81 по просьбе горожан, желающих приобрести жилье в этом доме, чтобы увеличить численность трехкомнатных. Окончательный вариант предусматривает наличие в трехподъездной девятиэтажке по 18 однокомнатных и двухкомнатных квартир и 45 трехкомнатных. Планировка квартир свободная, без перегородок по типу арт-студий. Теплоснабжение дома централизованное. Тепло и горячую воду жильцы будут получать от ТЭЦ. Проект предусматривает и благоустройство двора, и установку детских игровых площадок. Вот дома на Пионерской намечен на апрель 2022 года. Ориентировочная стоимость одного квадратного метра – 1640 рублей. С 3 по 12 сентября возле кинотеатра «Октябрь» на улице Ленина 2 работает любимая белорусами универсальная ярмарка «Модный базар». Любит ее за низкие цены, товары хорошего качества и за возможность выгодно купить многое в одном месте. Изюминка этой ярмарки – медовый спас и мехомания. Восточные сладости и пряности, рыба холодного и горячего копчения, чай, мед, орехи, сухофрукты, одежда для всей семьи и многое другое. В Барановичах 3 сентября возле кинотеатра «Октябрь» на улице Ленина 2 развернулась любимая белорусами универсальная ярмарка «Модный базар». До 12 сентября под сводами шатров горожане и гости города смогут приобрести необычные лакомства и подарки себе и близким. «Модный базар» любят за низкие цены, товары хорошего качества и за возможность выгодно купить многое в одном месте. Изюминками этой ярмарки будут мехомания и медовый спас. Говорить о пользе меда можно бесконечно. Мед – неотъемлемая часть рациона тех, кто заботится о своем здоровье. Именно это угощение является отличным антидепрессантом. Также употребление натурального меда помогает восстановиться после перенесенных заболеваний нервной системы. Мед диких пчел – вересковый, клеверный, шалфейный, боярышниковый, каштановый и другой. Большой ассортимент меда и продукта и пчеловодства по вкусным ценам не могут не радовать. Привезли его в Барановичи не только участники ярмарки из Беларуси, но и из Краснодарского края. Кажется, как на такой небольшой площадке уместилось столько гастрономических соблазнов. От хороших фермерских мясных продуктов до специй и приправ. В частности, остановите взгляд на домашнем твороге и топленом масле, рыбе и дальневосточных рыбных консервах, соленьях. Не пройдите мимо орехов, сухофруктов, халвы, восточных сладостей и кондитерских изделий. Настоящее разноцветие вкусов. Завсегдатые таких ярмарок хорошо знают, что эта продукция здесь качественная и недорогая. Дешевле не найдете. Не нужно далеко идти за овощами, фруктами и зеленью. Все это можно приобрести также под сводами шатров. Кроме этих угощений, на ярмарке представлен широкий ассортимент сезонной одежды и белья для всей семьи и на любой кошелек. Мужская, женская и детская одежда от проверенных производителей по приятным ценам. Для работы, учебы, на особый случай и для дома вас ждет множество самых разных моделей и цветов, а также широкий размерный ряд. Участники ярмарки предлагают только то, что прошло конкурсный покупательский отбор и действительно пользуются спросом. На выставке широко представлены качественные товары из Индии. Слабый пол обязательно должен порадовать себя покупкой лечебной и декоративной косметики, текстиля, бижутерии, в том числе и с натуральными камнями, сувениров, предметов интерьера. И все с традиционным индийским колоритом. Без сомнения, на ярмарку стоит заглянуть и тем, кто старается следовать тенденциям моды. В рамках ярмарки можно приобрести изделия из натурального меха, различные расцветки, размеров и отделки. Шуба – это любимый предмет гардероба практически каждой женщины. Это статусное приобретение на долгий срок. Никакая другая верхняя одежда не смотрится роскошнее, чем шуба. Тепловые свойства у нее даже выше, чем у дубленок и пуховиков. Шубы из натурального меха очень теплые. Легкие, дышащие, обладают функцией сохранения тепла. Меховое изделие не только согреет вас зимой, но и великолепно довершит неповторимый образ. Натуральный мех смотрится роскошно на любой фигуре. От выбора шуб на мехомании пестрит в глазах. Приходите, не прогадайте. Сейчас зимний наряд из натурального меха можно купить по максимально выгодной цене. Мехомания проводит ликвидацию старой коллекции 2020 года. Причем слово «ликвидация» отнюдь не означает, что распродаются остатки, которые никому не приглянулись. Прошедший сезон был малоактивным из-за пандемии. Торговых мероприятий проводилось совсем немного. Именно поэтому сейчас на мехомании представлен довольно большой выбор меховых изделий. Поэтому рекомендуем заглянуть на примерку заветной шубы. Напомним, при оформлении рассрочки либо кредита нужен паспорт или вид на жительство. Кроме того, вы должны работать не менее трех месяцев на последнем месте работы или пенсионер до 65 лет. Мехомания снова в городе Барановичи. Ждем за покупками. У нас сейчас идет ликвидация коллекции. Скидки у нас от 10 и выше процентов. Можно оформить рассрочку, кредит на месте, либо воспользоваться картами рассрочек. Есть изделия у нас из меха овщины, выделка мутона, строган, керль. Также есть у нас изделия, небольшое количество, но они есть, из меха норки. На все распространяется скидка при наличном расчете и при расчете рассрочки, либо карты рассрочек. Ждем вас, будем рады видеть. Ярмарка будет проходить с 3 по 12 сентября в шатрах возле кинотеатра «Октябрь». Время работы – с 10 утра до 7 вечера. 4 сентября в Центре экологии, туризма и краеведения на улице Маяковского, 89 в рамках недели дополнительного образования пройдет день открытых дверей. Сотрудники учреждения в легкой интерактивной форме познакомят детей с объединениями по интересам и презентуют их работу. У каждого гостя будет возможность посетить выставку комнатных растений, познакомиться с передвижным контактным зоопарком, совершить интерактивное путешествие в страну овощей и экзотических растений, совершить мини-путешествие по тропе ощущений, почувствовать магию сада, поучаствовать в ориентир-шоу, а также пройти туристическую полосу препятствий. Кроме того, каждый сможет принять участие в мастер-классах и интерактивных играх. Вторая половина лета и начало сентября – настоящий праздник для любителей арбузов и дыль. Можно хоть каждый день наслаждаться любимыми плодами, но далеко не всегда перенесенный домой с рынка или магазина плод оказывается вкусным и полезным. Мякоть может быть недоспелой или несладкой, а превышающая норму концентрация нитратов способна вызвать нарушение состава крови и стать причиной тяжелого отравления. Как выбрать полезный и безопасный продукт, рассказал специалист Зонального центра гигиены и эпидемиологии. Скоро подойдет к концу сезона активной продажи бахчевых культур, арбузов и дынь. Но все ли знают, как же выбрать безопасный плод, который принесет вашему здоровью только пользу? При покупке плодов следует обратить особое внимание на целостность их поверхности. На корке не должно быть трещин, вмятины и признаков порчи. Также не допускается к реализации арбузы и дыни, раздавленные, треснувшие, помятые, поврежденные вредителями и болезнями, загнившие. Продажа бахчевых культур частями с надрезами для демонстрации спелости не допускается санитарным законодательством. Не следует покупать бахчевые в несанкционированных местах торговли с земли вдоль автомобильных дорог. Как правило, на такую продукцию отсутствуют документы, подтверждающие ее происхождение, следовательно, безопасность и качество сомнительно. Продавцы, реализующие бахчевые, должны соблюдать правила личной гигиены, работать в санитарной одежде, включая головной убор, иметь медсправку о состоянии здоровья с допуском к работе с продуктами питания. В июне и августе 2021 года в Бараническом зональном центре гигиенной эпидемиологии было проведено контрольное надзорное мероприятие, в том числе с отбором проб в отношении субъектов хозяйств, которые реализуют плодовощную продукцию. В ходе надзора были установлены факты реализации бахчевых культур без документов, удостоверяющих качество и безопасность. В ходе проведения лабораторных испытаний на двух торговых объектах было выявлено несоответствующее требование в санитарное законодательство продукции. По результатам контрольного надзора мероприятия было снято с реализации более 90 кг арбузов и 45 кг дынь, которые были реализованы без документов, удостоверяющих качество и безопасность, а также было забраковано снято с реализации, как несоответствующие требования темпа по показателю нитраты, более 595 кг дынь производства Республики Казахстан. По оказанным фактам в адрес субъектов хозяйствования были направлены предписания постранения выявленных нарушений. Не покупайте разрезанные бахчевые культуры, не соглашайтесь на предложение продавца разрезать вам плот на пробу. Дома перед тем, как сделать разрез, обязательно вымойте арбуз, дыню, руки и нож. Помните, разрезанный арбуз или дыня – скоропортящийся продукт, поэтому, если они не съедены сразу, то остатки следует хранить в холодильнике. Соблюдение правил покупки бахчевых культур и их употребления позволит обезопасить себя и своих близких от неприятных ситуаций и сохранить ваше здоровье. Эта неделя в Барановичах проходит под знаком хоккея на траве. Стадион «Дубово-спорт» принимает Олимпийские дни молодежи среди девушек 2004 года рождения и моложе. По итогам трех дней соревнований сборная «Брещины», состоящая из воспитанниц «Сдюш-текстильщик», выиграла у дружин Минской и Гронинской областей. Победитель состязания определится завтра. Также 4 сентября в 16 часов состоится поединок за Суперкубок Республики Беларусь среди мужских команд «Минск против Брестского строителя». Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова